В Тверской области пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции будут лечить по новому методу. Он подразумевает введение больному антиковидной плазмы, которая содержит в себе антитела, способные нейтрализовать вирус. Такой способ давно практикуется в России и за рубежом. Плазму с такими антителами будут брать у тех, кто переболел коронавирусом. С 19 января процедуру делают на Тверской станции переливания крови. О том, как проходит она и какие требования к донорам в сюжете Валерии Королевой. Специалисты подсчитали, что для спасения жизни одного пациента необходимо два донора плазмы, в которой содержатся антитела, способные нейтрализовать вирус. Другими словами, антиковидный. Такой метод называют пассивной иммунизацией. Министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов сам долгое время работал в красной зоне и уверен, что плазма сможет помочь многим пациентам. Мы сейчас делаем прививку, вакцинируем, потому что организм вырабатывает антитела, которые уже являются орудием против вируса, которые уже с вирусом справляются. Когда человек переболел, чтобы справиться с вирусом, его иммунитет вырабатывает эти антитела, которые после болезни тоже остаются. Это защита этого пациента от повторного заражения. И, конечно, можно использовать его для того, чтобы спасти уже впервые заболевшего, у которого антитела нет и которым эти антитела очень даже помогли бы. Донором плазмы может стать либо человек, переболевший COVID-19, либо вакцинированный. Но нужно учитывать ряд условий, рассказал главный врач Тверской станции переливания крови Евгений Беляев. Годятся лишь 25% пациентов. Только четверть вылечившихся имейте самый нейтрализующий вирус антитела. Исследователи вывели наиболее подходящую модель донора. У мужчин старше 35 лет, именно в этой возрастной группе у мужчин большее количество антитела, и они наиболее долго сохраняются. Поэтому мы в рамках взаимодействия с нашими коллегами из госпиталей, в которых лечатся больные с новым коронавирусной инфекцией, получаем информацию именно об этих пациентах, отбираем их. По всем показателям, в частности, по достаточному количеству антител, иммуноджив в плазме крови, подошел житель Твери, энергетик по профессии, 51-летний Дмитрий Новгородский. В октябре мужчина перенес коронавирусную инфекцию. У него было 40% поражений легких. Ну, попал в госпиталь, там в неделю лечился в областной больнице. Хорошие врачи, все. За неделю, можно сказать, на ноги поставили. Ну, потом, правда, еще налечивался дома. Гражданский долг, наверное, выполнил. Хоть как-то помочь тоже людям. Бывшие пациенты инфекционных госпиталей охотно соглашаются помочь тем, кто борется за жизнь. Потенциального донора осматривают, проводят все исследования крови, а только потом приглашают в кресло. В данном случае процедура забора крови несколько отличается от стандартной. Мы заготавливаем при помощи аферезных способов. У нас есть аппаратура соответствующая. Человек поднимается в нашу операционную. Порядка 40-45 минут проводит. Берем мы где-то 400-600 миллилитров плазмы. Далее она замораживается и поступает в наше подразделение, которое называется экспедиция, которое осуществляет выдачу компонентов крови в медицинские организации. Доноров среди вакцинированных пока что нет. Ведь полный цикл прививок завершили не все. Достаточное количество антител – это главное требование к желающим поделиться плазмой. Потенциальный донор должен быть совершеннолетним, иметь подтверждение, что он перенес COVID-19. А также не чувствовать признаков ОРВИ, не быть носителем инфекции, иметь вес более 50 килограмм. Подробности можно узнать по телефону донорского отделения Тверской областной станции переливания крови. 58-74-32. К тому же первичный донор плазмофереза получает компенсацию за питание в размере 5% от прожиточного минимума.